Субтитры создавал DimaTorzok 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 Допутитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Допутитры создавал DimaTorzok Он разжег различные костры, в которые бросил последователей человека, которого звали Абдулла ибн Усаба, вместе с тем, что они говорили, То есть произносили эти два свидетельства. Но последователи Абдулла ибн Усаба, их грех и их заблуждение, их неверие заключалось в чем? В том, что они считали Алиевна Абиталиба за божество и придавали ему божественные качества. И после того, как Алиевна Абиталиба узнал об этом, он разжег костры и бросил этих людей в эти костры. Видишь, они чрезмерствовали в своих убеждениях относительно Алиевна Абиталиба. И имели убеждения относительно Алиевна Абиталиба такие же, какие убеждения имеют сегодня могилопоклонники относительно своих праведников. Более того, Алиевна Абиталиб наказал их таким наказанием, которым не наказывал никого из грешников. Он выкопал для них рвы и разжег в этих рвах костры и бросил этих людей в эти костры и сказал Когда я увидел, что это дело стало делом порицаемым, я разжег огни и позвал к себе Аббара. Аббара – это один из помощников Алиевна Абиталиба, который приводил в исполнение различные постановления о смертной казни. Поэтому один из поэтов тех времен, то есть времен Алиевна Абиталиба сказал Говорит, я готов скончаться где угодно, если это не будет кончиной фель-хуфратени, то есть в рвах и в ямах. Если в них разжены огни, я считаю, что эта смерть будет лучше, чем смерть тех, которые погибли в этих разжженных огнях, в этих кострах. Говорит Вал-Кыса Туфи Фатх-Иль-Бари, и эта история, то есть относительно Алиевна Абиталиба и то, как он поступил с последователями Абдулла и Абнусаба, она приводится в книге Фатх-Иль-Бари в 12 томе на странице 338 из издательства Дарус Салам. А также в других книгах хадисов и сир, и жизнеописаний, и различных хадисов истории, как например в книге Тариф-Ислам Имама Захби в первом ее томе. Говорит, и есть единогласное мнение общины мусульман, то что если кто-то отвергает воскрешение после смерти, то он является неверующим, и необходимо его казнить. И даже если он говорит Мухаммаду на Расуле Аллах, а что ты скажешь относительно того, кто предает Аллаху сотоварища в поклонении. То есть имам Асана Ани привел седьмое сомнение в своей книге. Сомнение заключается в том, что человек говорит, как вы можете говорить, что эти люди, могилопоклонники, являются многобожниками и равны идолопоклонникам времен пророка Салам вместе с тем, что они явно отличаются от них. Ведь они произносят свидетельство, произносят Мухаммаду на Расуле Аллах, совершают намаз, выплачивают закат, держат уразу, совершают хадж. А могилопоклонники первых времен отказывались произносить эти два свидетельства, не верили в судный день, не совершали намазов, не выплачивали закатов и тому подобное. Как вы можете говорить, что одни равны другим? И имам Асана Ани разъясняет это сомнение и отводит его. И говорит, в разъяснении и отведении этого сомнения приводят два довода. Приводят довод из контекстов и приводят довод из исторических фактов. Что касается контекстов, то говорит о том, что пророк Салаллаху Ла Саламу указал то, что имущество и кровь людей становятся защищенными от посягательства на них, если они произносят свидетельство, ла и ла и ла и ла, но только в том случае, если эти люди соблюдают право этого свидетельства. А право этого свидетельства, чтобы человек обожествлял и направлял свое поклонение только одному Всевышнему Аллаху. Если же он обожествляет кого-то иного и направляет что-либо из видов поклонения кому-либо иному, кроме Всевышнего Аллаха, то это является несоблюдением права свидетельства ла и ла и ла и ла и ла и ла и ла, и является аннулированием этого свидетельства, вследствие чего становится разрешенность его крови и его имущества. И затем привел различные исторические факты. То, как сподвижники поступили с племенем Бану Ханифа, которые посчитали Мусейлема за пророка. Также то, как мусульмане относятся к иудеям, которые хоть и произносят «Ля и ля и ля ла», но вместе с этим отвергают пророчество одного из пророков, а конкретно Мухаммада, с.а.с. говорит, отвергание пророчества одного из пророков является менее тяжким, нежели предавание какого-либо качества божественности кому-либо из творений. Говорит, одно хуже второго. Поэтому если мы считаем за неверующих тех, которые не считают кого-то из пророков пророком, а также считаем за неверующих тех, которые считают кого-то не пророком, наоборот считают пророком, то тем более, говорит, мы будем считать за неверующих тех, которые предают какое-то качество божественности кому-то из людей или из тех, которые не заслуживают предавания этого качества божественности. Также он привел историю относительно Али ибн Абиталиба и того, как он поступил с последователями Абдулла и Абнусаба. Вместе с тем, что эти люди были из тех, которые говорили «Ла Иля Илла», «Мухаммад и Расулли Алла», совершали все действия ислама, но вместе с этим, раз они имели ложные убеждения относительно Али ибн Абиталиба и считали его божеством, он привел в исполнение то наказание, относительно них которого не приводил в исполнение относительно никого из грешников. Вот это ясно или нет? Это является отведением этого сомнения. И это сомнение одно из сильных сомнений могилопоклонников, которым они часто пользуются и приводят его на своих сайтах, в своих книгах и тому подобное. Говорит дальше имам Асан Ани, приводя следующее восьмое сомнение в этой своей книге. «Фаин культа, если же ты скажешь мне, «кад анкара, салаллаху али-вусаляма, аля усама, тақатлаху, лиман каля, ла иллах, иллах». Говорит, «Камаху амаруфан, фи кутубе хадиси, уасиира». Говорит, «Если же ты скажешь мне, как же так?» Пророк, салаллаху али-вусаляма, порицал Усама ибн Зайда за то, что он убил человека, который говорит «Ла иллах, иллах». И эта история известна в книгах хадисов и в книгах биографии и жизнеописании пророка, салаллаху али-вусалям. «Культу», тогда имам Асана Ани говорит, «Тогда я скажу тебе, «Ла шаканна манкала, ла иллах, 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 иллах». Все правильно. Нет никакого сомнения, что если кто-то из неверующих скажет «Ла иллах, иллах», то этим самым он вводит свою кровь и свое имущество в круг защищенности. «Хатта я табейя намингу, маю халифу макалагу». Пока не станет известно от него, что он противоречит этому свидетельству «Ла иллах, 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 ил иллах, 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 и Она приходит от Абдулла ибн Абихадрада, у имама Ахмада, а также от других, о том, что Абдулла ибн Абихадрад говорит, однажды мы вышли в путь вместе с Абу-Катадой, Аль-Харис ибн Риб'и, а также вместе с Мухаллимом ибн Джасамой. И мимо нас, говорит, проезжал человек, которого звали Амир Аль-Аджа'и, проезжал на своем молодом верблюде, и на этом верблюде был мех с его водой. И он поприветствовал нас, приветствуем Исламом, и сказал, ассаляму алейкум, и тогда мы решили удержаться от нападения на его верблюда и на его имущество. Но, говорит, Мухаллим ибн Джасама не послушал нас, и отправился на него, и убил его, забрал его верблюда и все, что было на этом верблюде. И после того, как они вернулись к пророку, саллиллаху алейкум, и сообщили об этой истории, Всевышний Аллаху алейкум не спасал этот аят. Я его ладвина аману, и за лараб нафисабилиллах, и фатабейену. О, вы, которые уверовали, если вы ходите по земле и путешествуете, то сначала удостоверяйтесь, прежде чем нападать какой-то народ, возможно, они являются мусульманами. И у этого аята есть другая причина неспослания, это хадис Абдулла ибн Аббаса, который приходит в достоверных сборниках о том, что однажды группа из мусульман вышла в путь и увидела одного человека по дороге, который пас своих овец. И он приветствовал этих мусульман, этих сподвижников, словом, ассаламу алейкум, мир вам, но эти сподвижники все равно напали на этого человека и забрали его овец. И после этого был неспосланный этот аят, то что если тот, кто приветствует вас, свидетельствами ислама, ассаламу алейкум, то не нужно говорить ему, что он является неверующим, и нападать на него, но необходимо удостовериваться, в чем в исламе человек или в его неверии. Говорит, поэтому в этом аяте Всевышний Аллах приказал мусульманам удостоверяться относительно того, кто произносит свидетельство «Ла Иляхи Лиллах». Говорит, если стало известно, что он крепко придерживается смысла этого свидетельства и живет по нему, то он обладает теми правами, которыми обладают мусульмане, и на него накладываются те обязанности, которые накладываются на мусульман. То есть он является одним из мусульман, и нужно относиться к нему как к мусульманину. То есть имам Асан Ани подтверждает эти слова, этого сомнения. Говорит, да, мы не спорим с тем, что кто скажет «Ла Иляхи Лиллах», нельзя нападать на него, его кровь, его имущество являются разрешенными. И имам Асан Ани привел в довод еще некоторые хадисы относительно этого. Говорит, «Уаин табэйя на хиляфу, лам юхкандаму ва мальху бимуджаррат атталапфуз». Но, говорит, вместе с этим, если стало известно, что человек аннулировал свое же свидетельство, и не соблюдает права этого свидетельства «Ла Иляхи Лиллах», и начинает посвящать свои поклонения или обожествления кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Асан Аталя, то это свидетельство лишь его произношение языком не принесет ему пользы, и его кровь и его имущество не являются защищенными. И также мы говорим относительно каждого человека, который внешне выявляет единобожие. «Уаджибаль кафуан» является обязателем удержаться от него и не наносить вреда ни его крови, ни его имуществу, ни его семейству. «Иля ан я табэйя наминуу мою халифу залик» пока не выйдет от него то, что противоречит этому свидетельству. «Хайда табэйя наминь танфаа ухагазиль калима бимуджарадига» И если, говорит, от него произошло то, что аннулирует это свидетельство, и является несоблюдением его права, то не принесет ему пользы то, что он произнес это свидетельство, не соблюдая его право и не действуя в соответствии с ним. «Уаджибаль каллам танфа аль ягуд» «Поэтому говорит свидетельство «Ла Иляхи Лиллах» не приносит никакой пользы иудеям, Вместе с тем, что известно, что идеи произносят и считают Всевышнего Аллаха единственным божеством в достойном поклонении. Но вместе с этим не считают Мухаммада посланником от Аллаха. Поэтому свидетельство не принесло им пользы. Говорит, и также произношение этого свидетельства не принесло пользы хариджитам. Почему? Потому что с хариджитами сподвижники сражались, выходили против них войной и выходили против них сражением. Вместе с тем, что эти хариджиты были из тех, которые премного совершали различные виды поклонения, посвящая их одному Всевышнему Аллаху. И совершали это поклонение они таким образом, что сподвижники даже считали свое поклонение незначительным по сравнению с поклонением хариджитов. Более того, посланник Аллаха приказал сражаться с ними и убивать их. И сказал, если я постигну их, то есть я доживу, если до их времен, то я буду убивать их, подобно тому, как были убиты Адиты. Нам этот хадис приходит у имама Аль-Бухари со словом Абу-Саида Аль-Худри является достоверным. Говорит, почему так сказал пророк относительно них? Потому что они противоречили своими деяниями определенной части шариата. Более того, пророк сказал про них, что они являются наихудшими убитыми под сводом небес. Как относительно этого пришли достоверные хадисы. Нам достоверные хадисы пришел от Абу-Мама Аль-Бахили, у имама Тирмиды, а также у Ибну Маджа. Говорит, что касается вопроса хариджитов, то относительно их неверия или относительно их ислама есть разногласия у ученых. Некоторые из ученых говорят, что хариджиты, особенно первых времен, являлись неверующими, а некоторые говорят, что они были мусульманами. Что касается сподвижников, то подавляющее большинство их относилось к хариджитам как к мусульманам. И не выходило против них со сражением, кроме как тогда, когда они начинали проливать кровь мусульман или забирать имущество мусульман несправедливым образом. Что касается современных хавариджей, то в основном хавариджами сегодня считаются те, которые выходят против правителей. И один лишь выход против правителя не делает этих людей неверующими и не выводит их из ислама. Что касается разногласия относительно хариджитов, верующие они или нет, то это в основном касается разногласия относительно старых хариджитов, древних хариджитов. Почему? Потому что они считали и объявляли неверующими многих сподвижников. То есть выносили такфир многим из сподвижников. И по этой причине некоторые считали их за неверующих, как имам аль-Бухари и другие. Говорит, поэтому из этого устанавливается то, что голое произносение свельства, свельство и не на Божие, не является запретительным фактором того, что человек вдруг может стать многобожником. Если совершит то, или выскажет то, что противоречит этому свельству, и начнет посвящать поклонение кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Вот это ясно или нет? Значит, краткое разъяснение этого сомнения заключается в чем? В том, что если человек произносит свельство ля-и-ля-и-лла, то его кровь и имущество становятся защищенными. До тех пор, пока он не совершит какое-то действие, или не выскажет какое-то слово, которое аннулирует это свельство. Этим своим действием, или этим своим словом, человек выходит из ислама и становится неверующим. Есть соблюдение всех условий, и нет никаких запретительных факторов на вынесение такфира относительно этого человека. Поэтому, говорит имам Асанани, если перед нами люди, которые день и ночь произносят свельство ля-и-ля-и-лла, но вместе с этим являются могилопоклонниками, поклоняются могилами или тем, которые в этих могилах захоронены, то не помогает им их свельство ля-и-ля-и-лла, потому что они аннулируют это свельство своим действием. Потому что это свельство, смысл его в том, чтобы ты обожеслял и посвящал свое поклонение только одному Аллаху. А раз они посвящают свое поклонение не только Всевышнему Аллаху и обожесляют не только Ему, значит их произнесение ля-и-ля-и-лла лишь языком, И то, что они не придерживаются его на деле, не приносит им пользы. И этим сам отводится это восьмое сомнение. Что касается следующих сомнений, то будем читать их, иншаллах, на следующих уроках. Тем, что известно, что идеи произносят и считают Всевышнего Аллаха единственным божеством, достойным поклонения. Но вместе с этим не считают Мухаммада посланником от Аллаха. Поэтому свидетельство не принесло им пользы. Говорит, и также произношение этого свидетельства не принесло пользы хариджитам. Почему? Потому что с хариджитами сподвижники сражались, выходили против них войной и выходили против них сражением. Маамамбамма илляха минал аибады. Вместе с тем, что эти хариджиты были из тех, которые премного совершали различные виды поклонения, посвящая их одному Всевышнему Аллаху. А лати ахтакру с сахабату аибадата у миля джембиха. И совершали это поклонение они таким образом, что сподвижники даже считали свое поклонение незначительным по сравнению с поклонением хариджитов. Более того, посланник Аллаха приказал сражаться с ними, убивать их. И сказал, если я постигну их, то есть я доживу, если до их времен, то я буду убивать их, подобно тому, как были убиты адиты. Нам этот хадис приходит у имама аль-Бухари, со словом Абу-Саида аль-Худри является достоверным. Говорит, вазалика ламма халав у балда шари'а. Почему так сказал пророк относительно них? Потому что они противоречили своими деяниями определенной части шариата. Более того, пророк сказал про них, что они являются наихудшими убитыми под сводом небес. Как относительно этого пришли достоверные хадисы. Нам хадис пришел от Абу-Мама аль-Бахили, у имама Тирмиды, а также у Ибну Маджа. Говорит, что касается вопроса хариджитов, то относительно их неверия или относительно их ислама есть разногласия у ученых. Некоторые из ученых говорят, что хариджиты, особенно первых времен, являлись неверующими, а некоторые говорят, что они были мусульманами. Что касается сподвижников, то подавляющее большинство их относилось к хариджитам как к мусульманам. И не выходило против них со сражением, кроме как тогда, когда они начинали проливать кровь мусульман или забирать имущество мусульман несправедливым образом. Что касается современных хариджей, то в основном хариджами сегодня считаются те, которые выходят против правителей. И один лишь выход против правителя не делает этих людей неверующими и не выводит их из ислама. Что касается разногласия относительно хариджитов, верующие они или нет, то это в основном касается разногласия относительно старых хариджитов, древних хариджитов. Почему? Потому что они считали и объявляли неверующими многих сподвижников. То есть выносили такфир многим из сподвижников. И по этой причине некоторые считали их за неверующих, как имам Аль-Бухари и другие. Говорит, поэтому из этого устанавливается то, что голое произносение свельства «Ла Иллах и Ла Ла» и начнет посвящать поклонение кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Вот это ясно или нет? Значит, краткое разъяснение этого сомнения заключается в чем? В том, что если человек произносит свельство «Ла Иллах и Ла Ла», то его кровь и имущество становятся защищенными до тех пор, пока он не совершит какое-то действие или не выскажет какое-то слово, которое аннулирует это свельство. Этим своим действием или этим своим словом человек выходит из ислама и становится неверующим. Есть соблюдение все условия и нет никаких запретительных факторов на вынесение такфира относительно этого человека. Поэтому, говорит имам Асанани, если перед нами люди, которые день и ночь произносят свельство «Ла Иллах и Ла Ла», но вместе с этим являются могилопоклонниками, поклоняются могилам или тем, которые в этих могилах захоронены, то не помогает им их свидетельство «Ла Иллах и Ла Ла», потому что они аннулируют это свельство своим действием. Потому что это свидетельство, смысл его в том, чтобы ты обожествлял и посвящал свое поклонение только одному Аллаху. А раз они посвящают свое поклонение не только Всевышнему Аллаху и обожествляют не только Ему, значит их произнесение «Ла Иллах и Ла Ла» лишь языком, и то, что они не придерживаются его на деле, не приносит им пользы. И этим самым отводится это восьмое сомнение. Что касается следующих сомнений, то будем читать их, иншаллах, на следующих уроках. Неверующим есть соблюдение всех условий и нет никаких запретительных факторов на вынесение такфира относительно этого человека. Поэтому, говорит имам Асана Ани, если перед нами люди, которые день и ночь произносят свидетельство «Ла Иллах и Ла Ла», но вместе с этим являются могилопоклонниками, поклоняются могилами или тем, которые в этих могилах захоронены, то не помогает им их свидетельство «Ла Иллах и Ла Ла», потому что они аннулируют это свидетельство своим действием. Потому что это свидетельство, смысл его в том, чтобы ты обожествлял и посвящал свое поклонение только одному Аллаху. А раз они посвящают свое поклонение не только Всевышнему Аллаху и обожествляют не только Ему, значит их произнесение «Ла Иллах и Ла Ла» лишь языком, и то, что они не придерживаются его на деле, не приносит им пользы. И этим самым отводится это восьмое сомнение. Что касается следующих сомнений, то будем читать их, иншаллах, на следующих уроках. Это восьмое сомнение. Что касается следующих сомнений, то будем читать их, иншаллах, на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok